Русские новости В 90-х годах каждому можно было стать проходимцем и поэтому каждый выбирал свой путь остаться честным человеком или быть проходимцем. Теперь нет, теперь не так. Теперь строгое разграничение. Вот этим можно быть проходимцами, они причастны к власти, они поддерживают Путина. Вот здесь можно быть проходимцем, вором, изменником, подлецом, чем угодно, где клейма негде ставить, все клейма вы можете приобрести на себе. И все. А вот через какой-то барьер вы не можете переступить, вы не являетесь активистом пропутинского движения, вы не чиновник. Тогда нет, тогда все. Вот вы послужите сначала, покажите, что вот вы имеете право на то, чтобы превратиться в подлеца. Тогда вас повысят на определенную ступеньку, с которой вы уже можете подлечить, воровать, все что угодно делать, но по чину, но по чину. Вы должны точно знать, что если вы где-то перейдете дорогу вышестоящему начальству, вот в том сдаимстве, в том воробстве, которым оно занимается, то тогда вам придется не солоно. Тут тонкая такая, тонкая грань. Поэтому каждому свое, и уже вот над определенным барьером иерархии. Ниже барьера все, даже если хочешь ты быть подлецом, хочешь что-нибудь украсть, нет, за шкирку и в тюрьму. А вот выше барьера, там совсем другое отношение, там другое отношение тоже могут взять за шкирку, но только если, ну, как-то вот немножко перебрал, чуть-чуть вот перешел определенную грань, которую тоже надо изучать, знать, надо тонко чувствовать настроение начальства, конъюнктуру надо нюхать воздух и смотреть, как бы чего не вышло, как бы вот, знаете, репрессивный аппарат переместился в какую-то сектор экономики или управления, и вот он там начинает разбираться. Вот тут вот надо быть очень бдительным и лучше, чтобы посадили какого-нибудь другого чиновника, чем посадили бы вас, кто уже в эту среду подлецов вошел, но еще не утвердился там и не понял, где вот определенные грани, барьеры, которые нельзя переходить. Все это, конечно, не определено законом, вы понимаете, как в воровской шайке, надо жить по понятиям, вот эти понятия надо как-то ощутить через какой-то опыт проб и ошибок, но не дай бог роковых ошибок, пройти аккуратненько и вот стать таким опытным подлецом. Вот эта среда формируется как среда государственного управления и экономической жизни России. Остальным всем просто умирать, ну тихонечко так умирать, не очень быстро, чтобы толпы не вышли на улицы, ну потому что умирать-то никому не охота, а если толпы выйдут на улицы, то, знаете, как-то все неоднозначно, неоднозначно. Ну это не Навальный же будет выводить эти толпы столичной интеллигенции, которые там пошуметь, покричать, да, выйдет на трибуну человек и скажет, так, это вот первый батальон, это второй батальон, это третий, первым вот такой сектор, вторым вот такой сектор, там выступайте, там создавайте свои структуры гражданского взаимодействия, поддержки силы самообороны от полицейского беспредела и так далее. Вот это все можно было сделать, но Навальный-то он не для этого готовился, как вы понимаете. Поэтому если люди выйдут на улицы, то ну как-то им будет нехорошо, поэтому они говорят только-только не улицы. Улица это кровь, улица это Майдан, улица это как на Украине, да у нас уже как на Украине было, у нас уже был свой Майдан в девяносто первом году, в девяносто третьем году попытка антимайдана, ничего не получилось, все затоптали, ну я думаю, что на Украине тоже будет свой антимайдан, но там проблемы больше, более чем достаточно. Уступили один раз государственную власть, обратно вернуть очень тяжело, очень тяжело. Так и мы, вот русские люди, уступили нерусе государственную власть и мучаемся теперь. Весь 20 век промучились уже 100 лет, мучаемся, в следующем году будет столетие и надо на это обратить особое внимание. В особенности, обращаясь к монархистам, мы должны в следующем году, в 17-м году провести масштабные акции в течение всего года, разоблачающие февральское предательство, разоблачающие так называемых февралистов, которые до сих пор у нас сейчас действуют, сидят государственные власти и их наследники, разоблачающие большевиков, их предательство, их государственный переворот. Разоблачить всю эту либеральную и ливацкую сволочь, которая разрушила наше государство. Весь 17-й год мы должны этим заниматься, распланировать все это, забыть всякие вот эти бредни свои, которые ну как-то должны глаза открыться и души просветиться, чтобы не было вот этих бредовых постоянно конфликтов, которые возникают на ровном месте не от знания, не то что один знает, другой не знает. Так так и получается, кто-то знает, кто-то не знает, кто не знает, начинает давить свое, рассказывать как на самом деле должно быть и все равно ничего не получается, потому что он знает всякую ерунду. Он не знает, он не знает, он начинает домысливать, додумывать, это ведь для всякого невежды очень удобная позиция, домыслить то, чего не существует и как истину последней инстанции выдавать везде. Ну не знаете вы ничего о Российской империи, хватит болтать, даже если вы там с профессорским званием и у вас там написано два десятка книг, есть среди моих знакомых такие вот, слава богу, от этого знакомства я избавился. Ну есть такие, кто, ну ненавидят они Российскую империю, российских государей, вообще Россию ненавидят. А что они тогда вообще хотят с нынешней Российской Федерацией сделать, что они хотят, какое будущее должно быть у той России, которую мы хотим, мы ним в своих мозгах, в своих представлениях, что она возникнет. Что они хотят, то есть не Российскую империю, не Советскую империю, что? Значит свою собственную выдумку. Ну я понимаю тех, кому нужен Советский Союз, я понимаю, понимаю этих людей, там хоть есть хоть какая-то концепция, хоть какой-то государственности, правда без русских, без русских. Ну русские должны только перестать себя называть русскими, все должны стать интернационалистами и все народы обняться между собой, этого не будет никогда, но тут понятно более или менее, есть исторический пример и так далее. Я понимаю тех, кто говорит, ну вообще все это вот никуда не годится, нам нужно жить на Западе, вот давайте западную модель какую-нибудь возьмем. Понятно там хоть какая-то модель есть, хоть какая-то рациональность, хотя она антинациональная, то есть это рациональность людей, которые призывают на свою землю оккупантов. Но она все-таки есть какая-то. Ну у людей, которые ненавидят и Советский Союз, и Российскую империю, вообще всю Русь ненавидят, всю русскую культуру, как вообще с ними быть? Ну нет, они могут отдельно говорить Пушкина, Лермонтова, Толстого, я люблю. Ну знаете, вот Российская империя никуда не годится. И православие тоже как-то вот это лишнее, это все анахронизм, и 21 век уже, и надо как-то от православия отходить, это все тьма, религии. Ну эти люди, значит, они не хотят никакой России, в России они не хотят никакой России, они хотят чего-то другого, то есть не русского, не российского, а выдуманного из своей головы. И вот у меня постоянно возникают контакты с людьми, которые свои, вот документы, как обустроить отечество. То есть просто сел человек, задумался и открыл. В одном фильме советском был. Сел, задумался, открыл. Так просто работает ученый. Вот они тоже, понимая свою интеллектуальную миссию, вот так сесть и на бумаге записать, вот так должно быть. С какого перепугу? Зачем все это дело? Я хочу обернуться немножко к реальному событию, которое тоже меня сильно поразило и огорчило. 19 мая был памятный день, день рождения государя-императора Николая II и традиционные мероприятия в это время. Мне прислали сначала какую-то бумажку с ятями, твердыми знаками, написанную, что в Черниганском переулке, фонд славянской письменности и культуры, что-то там будет. Ни подписи, ни участников, ни содержания, ничего нет. Вот главное оформить это все так, чтобы, ну как бы с души воротило. Это вот все вот похоже на то, что было до революции. Зачем похоже-то? Похоже тем, что взяли написание старым русским письмом это все сделали, да, портрет Николая II и давай я тебе источка и так далее. Зачем все это? Зачем все это? Вы хотите быть услышанными? У меня такое впечатление, что не хотят быть услышанными. Поэтому, ну, лишь бы пришли свои секты и никто не помешал. Ну, это как-то я посмотрел на это и решил, что там делать мне нечего. Я знаю, кто туда ходит. Это, ну, вот такие люди, которые, в общем-то, абсолютно ни к чему. России для них уже не существует. Для них существуют какие-то воспоминания, которых у них в мозгах не должно быть. Но это вот такой наведенный такой, наведенная радиация. Что-то у них там осталось. Впечатление, воспоминания о том, что они знают, что такое была Российская империя. Будущее России для них нет. С этим не хочется иметь дело. Ну, прихожу на другое мероприятие, куда нас позвали. Мы позвонили, сказали, что мы готовы прийти. Нам сказали, да, 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 конечно, приходите, рады будем видеть партию Великой России. Мы пошли. Ну, небольшим числом мы специально не приглашали там всех, не предпринимали особых усилий, чтобы численность людей нагнать. Объявления нигде не вешали. Мы как такая делегация, там, 7-8 человек примерно пришло. Мы там встали, отдельную такую группу образовали. Ну, отдельную, потому что и нас так отделили. Там отдельно одни встали, отдельно другие. И вообще такое впечатление было, что люди собрались вроде как вокруг одной идеи, то есть православное молитвенное стояние. То есть у людей есть точка сборки вокруг христианских ценностей, вокруг Христа. Есть общее мировоззрение, которое определяет фигуру Николая II как некую ключевую фигуру в русском мировоззрении. Но все стоят обособленно, все стоят отдельно. У каждого есть какая-то своя правда, причем он ее не высказывает, а так таит, чтобы ни в коем случае не поделиться ей, потому что, ну, а вдруг критиковать начнут. Ну, и с чего все началось? Ну, вроде как никто не возражал, что мы пришли там своими флагами партии Великая Россия с христианской символикой. Ну, нет ли возражений? Да, может быть, у отдельных людей какая-то неприязнь к конкретному человеку или к нам. Ну, вот у нас наш соратник задержался из-за ливня, который шел, он застрял в пробке и не привез древки, на которых мы должны были поднять свои флаги. Ну, а там у какой-то группы эти древки лежали как дрова такая, куча, наверное, штук 20. И пошел один из наших соратников и сказал, можно, можно взять. Ну, вон, иди вон к нашему руководителю. Руководителю, можно взять? Нельзя. Нельзя. Как? Мы вроде пришли на одно мероприятие. У нас вроде бы должно быть близкое мировоззрение. Тут нельзя. Нельзя. А что мы тогда пришли? Или что вы пришли? Мы что, абсолютно чужие? Вот получилось так. А вот нельзя. Причем без объяснений. Ну, там, добронравный человек сказал бы, ну, знаете, вы вот понимаете, у нас вот такие-то обстоятельства, поэтому мы не можем вам дать. Поэтому, ну, как-нибудь вы уж обойдитесь на этот раз как-то вот. Мы не можем. Ну, какое-то объяснение. А здесь нет. Ну, просто такой стоит детина с бородой по пояс, с насупленными седыми бровями. Я говорю, нельзя. Что это такое? Ну, это первое, что меня поразило. Второе. Наш соратник выступает, ему в спину говорят, дурак, сними фуражку, дурак. Ну, что это такое? Это Константин Ершков, уважаемый человек, ветеран войны в Сербии, ветеран ополчения в Приднестровье, участник уже не как военный, уже участвовал как корреспондент в Чеченской войне. Уважаемый человек в нашей фуражке с символикой, с лобарумом, с христианским символом выступает, ему говорят, дурак, сними фуражку. Ну, я понимаю, ну, например, человек думает, что непременно перед микрофоном надо снять фуражку. Ну, хорошо, ты после выступления подойди, скажи ему, ну, вы знаете, вот так и так, все-таки хотелось бы, чтобы в другой раз вы вели себя немножко по-другому. Какое-то обоснование, добронравие? Нет, здесь оскорбление, здесь оскорбление, и как раз тот самый момент, когда человек все самое свое сокровенное принес к микрофону и высказывает, ему в ухо наговаривают, дурак, сними фуражку. Ну, что это такое? Я тоже выступаю, но специально сократил свое выступление, все уже сказали, длинноты какие-то, не нравится мне этот митинг, очевидное какое-то отсутствие сплочения, вроде как христиане, православные люди сошлись. Нет никакого сплочения, нет чувства единства, нет ничего, даже молитву толком не спели, какая-то разноголосица. Я выступаю специально, снизив эмоциональное напряжение как-то, просто призываю к объединению, к единству, раз есть общее понимание, давайте мы не будем расходиться, каждый в свою сторону, давайте стремиться к общему пониманию, стремиться к тому, чтобы у нас по многим вопросам возникла общая точка зрения. Вот с этим снимаю, я отхожу от микрофона, ведущий подходит к этому микрофону и говорит, у нас здесь не митинг, а молитвенное стояние. Как будто мое выступление чем-то отличалось. Оно отличалось только одним, компактностью, ну и другим, сниженным эмоциональным напряжением. Все, больше ничем. У нас здесь не митинг, у нас здесь молитвенное стояние. Ну какое же молитвенное состояние, молитвенное стояние, если вы выступаете именно в митинговом стиле, когда размахивают люди руками, говорят длинно, энергично, краснеют, бледнеют перед микрофоном. Молитва была в начале и в конце. Ну митинг это был, ну чего вы, кого вы обманываете? Конечно это был митинг. Ну хорошо, я там что-то не то сказал. Зачем в микрофон вот это все, как будто тычок под ребра сзади, со спины. Очень мне все это не понравилось. Я думаю, что вряд ли вот я с этими людьми когда-нибудь снова где-то буду на каком-то мероприятии, по крайней мере своих соратников постараюсь убедить, что нам даже лучше одним и самостоятельно что-то провести, чем идти вот в эту мертвенную среду. Где нет никакого стремления к совместной деятельности, где нет никакого добронравия, где нет единства по множеству вопросов, которые являются на самом деле животрепещущими. Вроде как все за царя, но как чуть копнешь глубже, окажется, что нет. Окажется, что это люди, которые себя в святые посвятили, ну и других презирают только потому, что себя считают святыми, а этих всех это так вот недочеловеки какие-то тут бродят. Мы вот тут со своими бородищами, со своими платочками, мы молимся, одергиваем там кого-то, не разговаривайте. Как в храме, знаете, есть такие бабушки, которые пришли не к кресту, а вот у них такой энтузиазм там кого-нибудь там ткнуть и сказать там что-то вы так и так. То есть нет, не по-доброму, не по-доброму. Много такого. И вот это, конечно, очень сильно, очень сильно огорчает. И, видимо, русское монархическое движение должно образоваться заново. Должно образоваться заново. И как раз задача на следующий год это провести мероприятие отдельно от всех этих старушек, которых там понатащили из приходов. Ну, один приход там на это мероприятие пришел, ну, наверное, там человек 20 молодящихся старушек или старящихся молодушек в таких платочках. Ну, все это так это выглядит не просто несовременно, а выглядит тоскливо и мертвенно, как будто это кладбище. И вот этот кладбищенский дух, это, конечно, вещь недопустимая. Особенно мы празднуем день рождения государя. А тут какие-то речи непонятно о чем, какая-то интонация похоронной процессии. Не годится все это. Это уже отмерший монархизм. Значит, монархия должна опираться, будущее, грядущее монархия на совершенно других людей. На людей, способных современно мыслить, современно одеваться. И быть, конечно, традиционалистами, опираться на те ценности, которые и были традиционны для Руси, для Российской империи. Но ни в коем случае не превращаться вот в таких маргинальных существ, которые ничего не могут. И разговоры, вот эти какие-то, вчерашний снег, давно минувших конфликтов, обсуждение всего этого. Смешно все это, горькими слезами приходится плакать. И смех этот сквозь слезы и видеть умершее, умершее уже монархическое движение. Нам нужно новое. Новое. И в партии Великой России, или там в Русском национальном фронте, далеко не все монархисты. Но монархическое движение необходимо. Это неотъемлемая часть русского движения, оно должно быть. Поэтому его придется воссоздавать. Потому что все, что есть сейчас, это слякоть, уже все это умершие структуры, к ним обращаться бессмысленно. И еще очень печальные впечатления от этого мероприятия, когда после митинга кто-то подходит, или во время митинга, что за люди собираются. Такое впечатление, что сумасшедший дом переместился тогда вот на Суворовскую площадь 19 мая сего года, в день рождения государя. Подходит мне человек, говорит, вот я тут обдумал концепции и так далее, ну дайте посмотрю. Смотрю, крупным шрифтом выделено «Христокоммунизм. Будущее всего человечества». Ну, я сложил эту бумажку, положил в карман, чтобы не обижать человека. Ну и дальше, конечно, я не читал, это все выбросил. Подходит дама, тоже мне дает некую газету, газета «Слова и дела» называется. Знаете, один в один, один в один это газета «Завтра» вот по верстке, по этим огромным материалам. Но главное, что это красная нечисть. Вроде как люди пришли-то государю-императору послужить или вспомнить о нем в своей душе что-то такое, открыть. И вдруг я открываю вот эти газеты, мне на этом митинге или на этом молитвенном стоянии вручены слова и дела. Слабым ли был последний русский царь? Ну, под этим заголовком можно было бы опубликовать действительно что-то достойное. Ну, некий В.В. Корнеев опять собрал всякую гниль, всякую мерзость, которую просто мерзко читать. И вот эту вот газетку, ну, тут вот не случайно, не случайно сатанинская символика. Не нужно нам таких газет и не нужно нам таких соратников и союзников. Ну, а тех, кто ходит на русские патриотические мероприятия, ну, что же вы гадите на свою собственную страну? Ну, что же вы гадите на свою историю, на государей, которые не были никто, ни дураками, ни предателями, ни ворами, ни олигархами. Ну, не были они такими. Не надо судить по себе или по своим временам, пытаться вот эту кальку с современности налепить, как какой-то грязный фильтр на восприятие исторической России. Давайте мы не будем опускаться до такой низости. Ну, и приходят, приходят, конечно, всякие люди вот с этими глупостями. Нам были здесь не рады. Бумажки какие-то подсовывают. Люди пишут, не пойми что. Я не понимаю, что это за дух обуял людей. Писать какие-то огромные манифесты, не имея в этом деле никакого опыта, не заимствуя его. Писать стихи, поэмы, какие-то законопроекты. Ну, вы хоть попытайтесь с кем-то посотрудничать, с теми, кто хоть что-то в этом деле знает, разбирается. Ну, хоть со своими соседями давайте вот вы обсудите то, что вы попытались написать. Опять какую-то концепцию сложить, не ссылаясь ни на что, не читая то, что сделали предшественники. Вот мне на этом митинге очередной пакет документов подсунули, читай. Да не буду я это читать. Я по первым строкам вижу абсолютно безграмотные материалы, приходится их выбрасывать. И человек еще мне говорит, ну, вы знаете, я вот в интернет не хожу, вы мне тут по телефону позвоните. Сейчас я буду звонить по телефону человеку, который даже современными средствами телекоммуникации не пользуется. И он думает, что он может написать, он в состоянии написать хоть что-то, не прочтя ровным счетом ничего, просто извлекая из своей головы. Это люди, которые называют себя православными, вроде должны быть традиционалистами, должны хотя бы писание читать, хотя бы молитвы изучать, хотя бы русский традиционализм хоть в чем-то знать. Ну, Библию тяжело читать, потому что не так уж просто. Это за две тысячи лет, конечно, мозги у людей стали разжиженными, и это довольно сложно воспринимать священное писание, ну, хотя бы там писание святых отцов или какие-то комментарии, ну, хоть что-то вы читали. Нет, они, видимо, ничего не читали, они приходили в церковь, молились, крестились, и они думают, что таким образом они обрели какой-то интеллектуальный потенциал и способны спасать Россию. Да, бессмысленно все это, если вы не опираетесь на русский национальный интеллект, на тот багаж, который есть у нашей цивилизации. Ну, нельзя же так вот, не понимая ничего, ходить, бродить по белу свету и считать, что вы кого-то осчастливите своим писанием в несколько страниц, никогда не написав больше. То есть сразу давайте мы откровение положим на бумагу, не пытаясь хотя бы записать, что произошло сегодня за день, написать сочинение «Как я провел лето». Давайте с этого начните, сочинение «Как я провел лето», вот это как раз будет хороший тренинг для того, чтобы понять, вы вообще способны хоть что-то написать. Ну, а что происходит, что происходит в противоположном лагере? У нас вот все, не боже мой, все плохо. Засланные казачки, эти вот мертвяк этот, который приходит, и якобы он какое-то наше будущее, в нашем будущем наше прошлое сохранит. Ну, нет этого. А у них-то что, а у них? А у них вот в Казахстане массовые волнения наконец-то начались. Напомню, что Казахстан был захвачен этнократической бандой Назарбаева, которого здесь все прославляют, и Горбачев прославлял, вот он как бы казахский Горбачев, Ельцин прославлял, Путин теперь прославляет. Это их плоть от плоти, такой же негодяй, как и они. Но ему устроили вот такой, создали имидж, образ, то есть фальшивку, фальшивку, будь то бы Назарбаев, это вот такой мудрый руководитель, но это гнида просто, мерзкая гнида, русофобская нечисть, которая раздавила все русское в Казахстане. Не было никогда такого народа казахи, не было никогда. Этот народ был придуман большевиками, и территория русских земель, казачьих земель была захвачена людьми, которые стали называть себя казахами. Но это просто группа неруси, которая вот вышла из разных азиатских родов и сформировала некую казахскую нацию, и конституция приняла самоопределившейся казахской нацией. Хотя казахов и русских в так называемом советском Казахстане было поровну, ну примерно одинаковый, один и тот же процент. Казахов было меньше половины, меньше половины. Ну вместе вот примерно по 40 процентов казахов и русских было. И что сделал Назарбаев? Ну почему же об этом никто не знает, и все почему-то думают, что уж в Казахстане-то все нормально. Назарбаев выгнал русских из страны, выгнал 2 миллиона человек, бежали из страны. Это самый большой миграционный поток был со всего постсоветского пространства в Российскую Федерацию. Бежали, кстати, и казахи. Но основной поток это был русских, которые бросили все то, что там было, у них все свое имущество, все свои средства к существованию. Разве это можно простить? И сейчас вот что-то происходит, ну средства массовой информации просто в рот воды набрали, не говорят, что там. Ну там действует, ну просто один к одному, так же как и действует Путин. Превентивное задержание людей, которые призывали прийти на митинг. Не согласованный митинг, так же как и в России. Не согласовано, значит это преступление. Понимаете, выйти на площадь, не согласовав это с чиновником, это оказывается преступление. Но у нас это считалось правонарушением, а теперь все больше, больше, дальше, больше. То есть если вы вышли пять человек и что-то на площади сказали, вы преступник, вам уже не только административное, но и уголовное наказание. Понимаете, то, что вы исполняете свои конституционные полномочия, ну с некоторым нарушением законодательства, которое должно быть подчинено Конституции, вы уже преступник. Точно так же и в Казахстане. Попытались во многих городах провести несанкционированные, ну потому что кто же санкционирует антиправительственные выступления, да еще во всех городах. Попытались люди выйти, их самым жестким образом и превентивно, то есть еще ничего не произошло, только какие-то призывы состоялись. И уже лидеров этого призыва арестовали за попытку проведения несанкционированного митинга. Я полагаю, что вообще ничего не должно санкционироваться. Вот эти все процедуры, которые придумали чиновники, это антиконституционные процедуры. Мы должны их только уведомить, мы уведомить должны. Я не знаю, как там в Казахстане это все придумано. Наверняка точно так же по модели, они же списывают. Путин списывает у Запада, а эти списывают у Путина. Вот и все их законотворчество. Ну на Западе нет такого беспредела, массовых полицейских репрессий. Требования не только уведомления, но и требования согласования с чиновниками чего-то. Вы должны нам обеспечивать наши конституционные права. Раз уж вы этой конституцией поклялись, ну Путин поклялся на этой конституции, но он клятво преступник. Потому что он не позволяет нам пользоваться конституцией. Там прямая норма. Конституция – закон прямого действия. Это везде написано и все об этом знают. Но попробуйте сослаться на конституцию. Я не хочу никого обижать и никому мешать. Я пишу не заявку, а пишу уведомление. Я завтра выйду на Красную площадь и буду проводить там митинг. Все. Заявку отдал. Нет, нельзя. Почему? А потому что не согласовано с ФСО. ФСО у нас оказывается является распорядителем прав, конституционные права. Есть или нет? Я уведомил. Я прихожу и провожу. Нет, так меня же через минуту уже задержат. Через минуту еще составят протокол о нарушении. Почему? Они согласовали. Понимаете, вот им нужны какие-то согласования. Ну то есть закона в стране нет. Даже закона, который бы позволял людям выражать свои политические воззрения или неполитические, социальные воззрения, требования к власти, претензии к власти. А как мы их можем еще изложить? Ну, наверное, так же, вот как в Казахстане, в Казахии, этой захваченной, отмежованной от России русской земли. Ну, по крайней мере, по Балхаш, это, конечно, русская земля. Это земли, казачьи земли. А казахов там и не было, там жили в основном русские. Но теперь уже не живут, потому что Ельцин и Горбачев, вот вся эта шайка, они просто отдали на растерзание эти земли. Они были заселены, русские города были переименованы. Появилась Астана, русский город переименован. И вся эта территория, она казахизирована. И жизнь русских людей казахизирована. А теперь оказывается, что не только русским, но и казахам житья уже нет в этой стране, так называемой Казахии. И вот они попытались что-то сделать, может быть, впервые за очень длительный период. Ну, как они, почему они не могли раньше? А потому что голову отворачивали сразу. Это же вот такой режим существования. Мы тоже не шибко-то чего-то можем в наших условиях. Потому что все боятся, потому что кругом спецслужбы, МВД, следователи, которые сфабрикуют любое дело. Как они и делают это, ну, в отношении, кто с их точки зрения особо боен. Ты боен, значит, тебя в тюрьму, вот как Кирилл Барбаша. Хочешь референдум провести, в тюрьму тебя и будешь там сидеть, а мы тебе дело сфабрикуем, лишь бы человек нашелся. И мадам Талаева, следователь, спецследователь, привлечен вот этой поганой властью для того, чтобы Кирилл Барабаш сидел в тюрьме. И дальше измышления следователя. Любые, любые. Можно же привлечь подлецов сколько хочешь. У нас за деньги подлецов, ну, я не знаю, полстраны, наверное, готовы за деньги стать подлецами. Ну, поэтому мы живем под игом олигархии и под пятой вот этого мерзостного политического режима. В Казахстане как-то дернулись, ну, может быть, мы тоже начнем как-то дергаться, все-таки раньше мы выходили каждый год. И на русский марш в десятках русских городов, и на русскую весну 1 мая мы выходили в десятках городов. А теперь что-то все устали, знаете, устали от политики. Мы устали бороться за свои права, мы устали. Ну, устали, значит, вы устали быть свободными людьми, значит, вы не устали быть рабами. Это дурное чувство усталости, конечно, мы должны преодолевать. И в русское движение вы должны приходить. Вы должны приходить на русские мероприятия, в русское движение. Работать в русском движении надо ежедневно. Ну, не можете вы работать по несколько часов каждый день. Конечно, другие заботы отвлекают. Ну, пяти минут вам хватит, чтобы сделать какие-то в сети репосты, где-то поставить лайки, где-то написать позитивные комментарии. Руганье не надо. Позитивные комментарии на то, что публикуют другие. Сделайте. Все то, что на пользу русского народа, поддержите. У нас ходят по сети всякие, знаете, называют некоторые себя русы. Я не русский, я рус. Ну, если ты рус, иди туда, в свою Русию. Если ты знаешь, где она находится, гуляй. У нас есть Россия и русские, русское движение. Мы свое имя, имя своих предков не предаем. Ты считаешь, что твои предки были русы? Иди к русам. Мы-то знаем, что русы – это было племя, которое предшествовало, дало название русским, настоящему русскому племени, которое сложилось позднее. Наши предки, конечно, на земле жили с незапамятных времен. Как бы первого человека, неандертальцы, тоже русскими не были. Когда-то любой народ рождается, когда-то было племя русов. Потом на этой русской земле сложился русский народ. Ну, вот когда он сложился, разночтение есть. Я-то считаю, что день рождения русской нации, именно осознавшей себя как некое единство, является дата Куликовской битвы. Вот с этого момента мы можем рассчитывать создание русской нации. А день независимости для русской нации – это сто лет спустя. Сто лет спустя стояние на Угре, когда все уже сказали окончательно «до свидания» татарам, и они уже больше не приходили. Они постояли на реке Угре, и попытались переправиться, им не дали, и они ушли, и больше не приходили. Вот день русского суверенитета. Эти даты 1380-й и 1480-й легко запомнить. Каждый может запомнить даты рождения русской нации и русского суверенитета. Все остальное, все эти домыслы о каких-то там 3 миллиона лет нашему народу, да мы еще и те, и другие, и третьи, другие народы, они по-другому себя называли, они говорили на другом языке. Скифы – наши прародители, конечно. Арийские племена – наши прародители, конечно. Но русскими они себя называли, и не называли, и культура была другая. Значит, мы, как русские, родились несколько позднее. От других народов, от предшественников русские сложились из ряда славянских племен постепенно, не сразу. А ключевое событие, которое заставило людей, наконец, считать себя единством – это день Куликовской битвы, который стоит отмечать. И день стояния на Угре. Поэтому не надо считать себя русскими, надо считать себя русскими. И не надо никаких разночтений, что русы – это такие арийцы, сверхчеловеки. Да нет таких сверхчеловеков, ни одного не видел. Вы видели хоть одного человека, который говорит «я рус, я не русский, я рус». Да пошел он куда подальше. Мы русские и сами справимся без таких доброхотов, которые еще клевещут на всю нашу русскую историю. А историю самих русов, откуда им знать? Ну, нет такой истории, нет. Русская есть, а истории русов просто не существует. Ну что, каких-то существенных событий в их стане, в их врагов нет, кроме очередной какой-то пакости. Вот они провели так называемые праймерис, 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 предварительные выборы. Как и в Соединенных Штатах, они же все копируют у них. Ну, давайте мы сделаем как у них. Вот предварительные выборы того формирования партийного списка. Вроде мы плоть от плоти народа, приходите, люди, голосуйте за тех представителей Единой России, которые Единая Россия будет включать свои партийные списки и будет выдвигать по округам. Ну, вроде такая позитивная цель, еще выборов нет. А поскольку у нас все партизировано, то давайте мы в партии хотя бы влияние народного мнения используем. Но нет, ничего честного в этой системе быть не может. Конечно, они все наврали. Ну, во-первых, а кто контролирует там все то, что происходит? На выборах там хотя бы формально закон требует определенного контроля. А здесь? А здесь никакого контроля нет. Вы думаете, они заранее не знали, кто у них в партийных списках будет? Да знали наверняка, уверяю вас. А кто подсчетом занимался? Да те же самые, кто знают, кому нужно приписать победу на этих так называемых праймерис, предварительных голосованиях Единой России. А другие партии могут проводить праймерис? Не могут. Почему? Потому что, а кто же им даст? Кто же им даст помещение, и кто же им даст на всю страну раструбить через средства массовой информации, государственные, частные, неважно, что будут такие праймерис, что будут праймерис не только у Единой России, а у кого-то еще другого. Да никто не даст. А Единая Россия просто взяла и украла все помещения в стране, все, где можно было его проводить. Вот я хожу в дворец спорта тренироваться. Дворец спорта уже в субботу был закрыт, потому что праймерис готовится, потому что здесь будет голосование. Было там голосование, не было голосования. Я думаю, что люди просто не пришли. Ну, надо быть полным идиотом, чтобы идти и голосовать за кого-то из Единой России. То есть, вам вообще выбора никакого нет. Только Единая Россия есть. И вы из сортов дерьма должны выбрать вот этот единорос лучше, чем вот этот единорос. Они все плохи. Ну, надо быть полнейшим кретином, чтобы идти на эти праймерис. Ну, нашлись, конечно, кретины. Не в таком числе, как отчитались. Там они сказали, что 9 или 5 миллионов пришло на эти праймерис. Ну, я думаю, что пришло раз в 10 меньше, а отчитались они для начальства, чтобы им выдали зарплаты, чтобы представить дело более-менее прилично. Думаю, что более полмиллиона не пришло. Ну, нет в стране такого количества идиотов. Ну, да, кого-то загнали насильно. Мне тоже рассказали, что в системе ЖКХ или в системе образования, или муниципальному чиновнику говорят, так, ты должен привезти 600 человек. Откуда я их возьму? Говорит чиновник, волосы на голове рвет. И начинает уговаривать. Ну, Христа ради. Всех своих работников, своего муниципалитета, всех сгребают. И приходите обязательно со своими членами семьи, с друзьями, сколько возможно. Дворников там всех. По три раза, несколько раз, чтобы они создали такую массовку. Фальшивка. Фальшивка. То есть они создают фальшивку. И выборы будут фальшивыми. Поэтому, ну, как бы не углубляясь в то, как они все это делают, как они фальсифицируют, почему они врут, почему они тотально лживые люди, и поэтому им нельзя находиться во власти. Давайте не будем в этом копаться. В этой грязи копаться не надо. Поэтому не надо ходить на выборы. Я еще раз призываю русских людей ни в коем случае не ходить на выборы. Ни в коем случае не признавать результатов этих выборов. Потому что это выборы наших врагов. Никакого другого выбора нет. Вы проголосуете за одного врага, или за другого, или за третьего. Другого выбора вам не предоставляется. Это враги русского народа. Выборы чужие абсолютно наших людей там нет. Ни одной партии, которая действительно устраивала бы людей с русским национальным самосознанием, просто русских людей, да и всех остальных, и нерусских тоже, просто нет ни одной, ни одной не предложено. Есть либо ультралибералы, либо коммунисты, либо партия жуликов-воров. Все. Ничего другого нет. Либералы, предатели, враги исторической России. Коммунисты, враги, предатели исторической России. И вот это оккупационная власть. Вы что, из этого будете выбирать? Или какого-нибудь паяца типа Жириновского? Вы что? Ну, это все равно, что себе на голову нагадить. Вам это нужно? Не ходите на эти выборы. Везде и всем говорите, что эти выборы – это фальшивка. Ходить на них нельзя. Пусть они подавятся, пусть они хоть 90, хоть 125% получат поддержки от своих сторонников. Но не от нас. Не от нас. Мы не являемся сторонниками этого режима, поэтому в их выборах мы участвовать не должны. Будет наша власть, будут наши выборы, пусть они не ходят. Не надо. Не надо. Русская власть должна избираться русскими людьми. Мы будем привлекать на эту власть именно, на выборы этой власти, именно русских людей. Русское национальное большинство. Тогда и будет русское национальное государство. А теперь, пока враждебная оккупационная власть, русские не должны в чужих шашнях участвовать. Поэтому всем русским надо отойти в сторону. Пусть они подавятся своими процентами, своими мандатами. Плевать. Главное, чтобы мы были уверены, что формально на выборах победили все равно наши враги. А никакого другого варианта быть и не может. Поэтому мы от них отстраняемся. Мы не участвуем в этом. Мы заведомо знаем, что эта власть враждебна. Что Дума, Совет Федерации, правительство, администрация, президент. Это все одна и та же контора. Все одна и та же контора, возглавляемая главным гауляйтером, нашим врагом. Все. Это их, это они, это мы. Они сами так хотели. Только они хотят, чтобы мы себя обманули. Они-то нас отрезали от власти, от информации, от собственности. Они нас лишили всего. И хотят, чтобы мы думали, что нет, мы еще не лишенцы. Мы не такие идиоты, чтобы все отдать. Ну что же, мы себя дураками, что ли, будем считать, что мы все отдали, мы все проиграли, мы нашу страну проиграли. Ну не хочется быть дураком, но нас в дураков как раз и превращают, и превращают. Когда не замечают вот этого раздела, что мы все находимся в положении рабов, а они в положении хозяев. Мы, как люди, которые не желают быть рабами, должны сказать, нет, это ваше игрище, мы не будем дураками, мы не поверим вам ни одному вашему слову. Поэтому мы будем биться за главное, за русскую национальную власть, которая все это рабство отменит, которая отнимет всю собственность у олигархи, всю до последней столовой ложки, до последнего горшка там из бабушкиного комода. Отнимет всю власть у этой олигархи, всю, всех этих чиновников продажных, всех этих олигархов, вон просто из власти. Высшее чиновничество, все в тюрьму, сразу в тюрьму и без всяких разговоров, а потом длинный процесс и выкручивание рук, чтобы сдали все, все счета, все свои шашни, все выложили, вывалили, а мы все это будем публиковать. Кто, где и с кем, сколько, как предал Россию, сколько продал русской собственности, русского богатства, с кем, какими шашнями занимался. Все это будет опубликовано. Я уверен, что если мы не будем поддаваться путинской пропаганде, которая обманывает нас на каждом шагу, просто как наперсточники обманывают. Если мы не будем все время думать, а как там международное положение, что там у хохлов, что там у американцев, а что там в Америке делается, а что там в Сирии. Если мы будем думать прежде всего о том, что делается в России, с нами, с нами, с русскими людьми, тогда мы увидим, что происходит, тогда мы поймем, что мы должны от этой власти всячески отстраняться. Все, что бы она ни делала, даже закрыв глаза, не услышав первую фразу, мы от имени там и по поручению, все, до свидания, мы даже дальше слушать не должны. Они для нас чужие. У нас только свое, у них это то, что они у нас украли. Все это украденное мы должны вернуть, построить русское национальное государство, русскую национальную власть. И тогда все будет хорошо не только русским, но и всем остальным, кто по-доброму относится к русским людям, к русскому народу, к русской истории, русской культуре. Мы всех готовы обнять и со всеми готовы жить в мире, но только не с предателями, убийцами и русофобами, не с этой поганой властью гауляйтеров. Россия – русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова